Заметьте, апрель 2017 в мире 27, более важный у нас 45,5, менее важный 37, 32, в принципе, на самом деле очень где-то похоже, вы видите сейчас разные страны, поэтому здесь на самом деле, и вот без изменений практически то же самое, вот вы как группа, вы абсолютный мировой тренд, это вот, вот если вас опрашивать, можно сэкономить до рынка. А вот глобальный опрос, он 100% не дает? Там берется как, берется страны, похожие там по неким арсилологическим параметрам, по населению, по всему, это не все там 180 стран, а берется там 45 стран, которые там по разным соображениям, поэтому когда они делают зубы, это делают на весь мир, обязательно есть Индия, обязательно из Китая, обязательно из России, обязательно из Америки, Европа, там Германия, то есть там если взять по охвату населения, то у тебя просто там 80-90% стран, людей мира, поэтому на самом деле это какое-то там представление о том, что есть. Версал, по первому вопросу, первому пункту, более важный. Здесь же не очень корректно сам вопрос. Более важный, это значит, что больше по территории стали показывать, и больше продвигать на государственном уровне. Но не для человека. Смотри, это релевантное замечание, да, но я почему не посмел перефразировать вопросы, опросы, для того, чтобы видеть сравнительную, вот этот вопрос точно так же стоял, да, то и были more important lesson, да, более важно, менее важно. Если я бы начал перефразировать тебя от человека или другого, это было бы совершенно другое дело. И тогда мы бы не говорили, что сравнить не могли. Поэтому из-за того, что такие формировки были, я их сохранил, для того, чтобы можно было представление иметь о том, что. И вот у нас, вот почему вы думаете, вот этого 45-45% у нас, ну, выделяется, достаточно серьезная разница, что у нас такого религиозного, да, и что у нас, как работают религиозные организации, СМИ, церковные организации, что у нас вот такой серьезный сюжет, связанный с подъемом, скажем, оценкой важности церкви. Саша, что было бы. В основном вхождение церкви в Совершенном Управлении Государством. Это где, в Беларуси? В Беларуси абсолютно однозначно. Я когда отвечала на этот вопрос, именно более важный, именно это именно в виду давление, в особенности православной церкви, на принимаемое в нашем Государственном Управлении, в нашем, в Беларуси, очень сильно возросло. Не на самом деле, это репортация, в что еще для религиозного. Добавить очередной. Но я важно, потому что, тоже Путин, и то же Лукашенко, те, которые явные коммуникации, да? Они уже и в толторята, и уже стали как бы показаться, мы тоже за религию. Я нам! Я нам! Я нам! Точка, это не та, говорю! И это инструмент, власти рассматривают более сто раз, допустим, и католическая обвинь, вот сейчас его заманивают в беларусь, чтобы он пустил, помимо православной, и подчеркивающей его. Это на самом деле, да? сейчас увидите больше вот вот друзья польша девушку живут 46 менее важно более важно в польше 26 здесь нас равняет с поляками вы почти в два раза сказали что у нас более важно а в польше несмотря на то что песни смотрят то что там достаточно давно костел там вообще самая-самая боль меньше значение значения религии нидерланды 61 процент испания 60 католическая испания констатирует отход здесь это понятное дело лучше австралия 63 получать такой грандиозный шифт мы говорим рамки насколько церковная регион организации является на джерами то есть мы используем слово как там гаджет подталкивающему никому поведению решению или точке зрения для нас это важно потому что если мы представим что церковная организация это те институты которые там за труд за развитие за экономический рост за предпринимательство за честные независимые суды значит это одно а если мы говорим что-то другое греется на стиль суд значит мы собственно можем представлять насколько это вот к чему это все толкает нас либо толкает нас к тому что у нас будет там неконституционный суд там или какой-нибудь принимать присягу президента будут там условно три человека в больших церковных организациях и собственно они будут неким там моральным авторитетом даже правым коронавирусом коронавирусом вот типа израиль тоже вот более 47 процентов у них 47 процентов да тунис это понятно дело вот медиана российских стран россия более важно 50 грубо говоря смотрите у нас очень даже близко по восприятию к россии украины украины не опрашивают я понимаю что россию беларусь и там в этот конкретный сюжет россии не попал вот италия смотрите католическая 53 да вот это вот очень такая тенденция причем видите католические страны страны и страны которые на самом деле успешны нидерланды пятерки самых богатых стран мира у них англосаксонские страны австралия минус 63 вот швеция 50 германия 51 дизрукция очень серьезная что тех людей которые так иначе вот что такое это опрос белорусский 2018 года вот смотрите вера в бог верю я знаю что бог существует и в этом нет никаких сомнений 36 у меня есть некоторые сомнения но я скорее в бога верю в бога чем нет 26 и так далее не испытывать сомнений 42 и 6 считать религиозными 62 и 4 что это такое это вот понятие вера понятие бог понятие там не знаю я католики я православный я верующий он начинает смещаться вообще непонятно куда некая стекуляризация некий попсаника это вот эти как крыслы да американцы там обама вообще не хотели запретить чуть ли не использовать религиозные символы потому что крыслы уже стал таким не рождением креста а просто стал праздником тусач грубо говоря праздник нам приходит к какого-то вот такое то есть оригинальное значение ушло вот смотрите у нас часто посещение религиозных служб два раза в неделю чаще полтора один раз в день 4 8 раз в месяц 84 только по важным праздником 39 раз в год или реже 18 день никогда 27 ну вот здесь получается 50 процентов и у нас 62 процентов считаете религиозным и 50 процентов там раз в год смысл церкви да смысл церкви да смысл церкви да смысл религии размывается все он становится что на таки мать и вот и здесь часто там чтение молитву сам зритель никогда практически никогда 33 там только по важным праздником раз в год или реже вот смотрите сюжет то же самое что люди просто ну это вот какое-то там я срок разговариваю на своем языке собственно и все а вот это интереснейшее исследование андрея николаевича вот он как раз когда был у нас потом сделал эту статью он сравнил ввпп на душу населения стран с разной религиозной разной религиозной вот смотрите вот это вот 1600 год это вот католические страны самая богатая по сравнению со всеми остальными вот идем дальше 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 50-е годы в принципе продляется мы даже сюда и вот здесь начинает выходить начинают выходить протестантские вот протестантские видите уже здесь католические видите когда они которые были богаче потом вот разница между разными конфессиями вот это протестантами все сравнение когда было там дайте вот не было государства ватикан было вот есть много литературы которые показывают что католические страны они очень быстро демонично развиваются потом вот случился такой шифт вот и опять видите вот страны которые стоят исламские вот православные вот это россия это который заметьте вот так вот сколько лет 700 200 300 400 лет практически ничего не меняет россия россия греция другие страны андрей сделал специально отдельный столбик для того чтобы собственно показать вот вопрос как это сюжет влияет на систему принятия решений она влияет на то как люди там работают в бизнесе в инвестициях потребление вообще экономическое поведение человека как оно происходит хомо-адженс исходя из тех ценностей которые несут тебя мощнейшие сетевые организации в виде религиозных организаций если у нас получается религиозные организации выхолачиваются там большие 20-25 лет значит вот этого разрыва может не быть потому что вопрос что люди обретают вместо то есть если тебе говорят что процент трудиться хорошо предпринимательство хорошо предприниматель хорошо либо наоборот человек рад боже и что скажет батенька сверху там президенту все и домой быть вот это разные совершенно сюжеты да но они дело в том что по если людей спросить кто вы как в беларуси это же не то что там андрей придумал название да люди по самоидентификации вас просили у нас берутся спрашивать семьдесят девять процентов белорусов отвечают что не православные ну да я считаю там я считаю католиками по почему потому что у меня там там я хожу в костер я еще не в костере я молюсь там как как так я пришел своих детей там я кажу там каждый походу в костюм и все половина из этих стран они вообще-то светские государства опять речь не идет о государстве речь идет о людях которые идентификации людей вот и поэтому они конечно светлые государства формально я к тому что опять мы говорим про дезинрукции мы говорим про вот то что придет если не будет фантера религию посмотрите видите выполнено что население берет 1050 год и вот продляемся до 1016 года вот православное и вот получается вот это это линия католики протестантские католики россия православные и ислам вот такой причем видите это же не то что там тренд 10-20 лет это очень длинные тренды которые так иначе вот они завязывают информацию на аксиологию на влияние на органы госуправления там на полисе мейкера потому что приходит президент католики говорит я за то чтобы упразднить частную собственность в системе правоохранения вот здесь уже приходит другой человек и говорит а это то что была конкуренция 20 раз к 20 друзья по последним вопросу 27 процентов и так начинается атеист 20 в странах идентификации не больше 50 . есть такая точка зрения что как раз протестантские страны породили нам трудовой теории стоимости адама смита правильно и аксиологически субъективно теория стоимости она возникла из соломанской школы в испании в австрийской где было католичество то есть несмотря на то что католические страны они беднее чем протестантские но именно католичество как аксиологический мир он дал больше общего богатства в том числе если взять на книжке о вкладе католицизма на разбитие именно предпринимательства развития цивилизации совершенно однозначно что вот это у нас идентификает церковь породила за мной и те католические организации которые были главенствующими доминирующими в тех странах они собственно и породили вот то что мы называем протестантской рейтинге заложено вот так вот поэтому вот с религиозным сюжетом да вот видите у нас 45 процентов я не знаю даже вот опять открытый вопрос да это к добру что религии становится больше в жизни на ширине что если это религия опять несет какие-то правильные вещи да если это правильно использовать для своих личных как можно использовать если например те говорят а вот зря только государственный президент вообще от бога люди должны вообще оставить решение должны подчиняться вот собственно такой у нас нет уже сколько у нас протестантов у нас же протестантов уменьшено процентов католиков у нас там 10 процентов 8-10 процентов поэтому здесь вопрос такой знаете что к нам если к нам придет то что с этим придет какое отношение то есть грубо говоря после этого плеваться будут на предпринимателей но это же как с точки зрения бизнеса развитие экономики да то есть наше главное такой дискурс вот это очень важно и ответа на самом деле человека нету потому что вот это знаете вот такой вот как раз котел в котором это все болит второй вопрос нашей анкеты семейная связь тоже важнейший институт да который прибывает в состоянии там дизрукции полной да и заметьте что у нас глобальный вопрос 15 я взял отдельные страны Польша Россия Германия да 12 у нас 9 в принципе 1 в 1 практически попались да то есть мы очень так сказать мало чем отличаемся мейнстрима и общественно мнения вот этих стран Ярослав, а термин дизрукция подразумевает синоним разрушения? Нет 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 это как есть креативное Креативное разрушение Разрушение с заменой страны Дизрукция предполагает то есть вот как почва этого Шампетера была как творческое разрушение Созитать разрушение, да? То есть ты вот машинки печатаны разрушаешь Трансформация Дизрукция предполагает Смотри получается если Была машинка печатная, стал компьютер Была автомобиль бензиновая, стал электрическим Были там Прямо контекстом Семимильные шаги вперед Да Это очень быстро Вот смотри Да 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 Просто дизрукция это более Опять Это и пошло уже в русский язык Да? И поэтому я собственно как вот его использую Вот там как используют там ученые, аналитики в разных докладах Как переводят Да Вот какой там происходит Поэтому здесь в этом плане вот Чтобы вы понимали что дизрукция Не то что я там выдумал это в период Вот Семейная связь Важнейший институт когда вот Берутся спрашивать Самые ваши ценности 98 процентов Семья она была Не сомневая Да? И вот что происходит То есть 90 Вы ослабли 60 процентов ослабления Семьи констатировали В принципе видите В глобальный опрос Вы практически попали Да? 4 1 в 1 То есть наша группа Думает как мир Да? Не изменились Вот немножко Больше Но тем не менее Вот нас немножко истает Но Очень реван Да? То есть Вы можете считать это любви мира Потому По отношению К этому вопросу И вот смотрите Что происходит В Беларуси 570 разводов На 1000 браков Это каждый Больше чем каждый второй брак Распадается То есть Ослабление Да? Что вы констатируете Налицо Потому что это Очень серьезно То есть если вы считаете Ценный брак Да? То это Поведение Говоришь на самом деле Нет То есть беларусы не боятся Отменять решения Нет Не то что принятые решения Беларусы считают Беларусы считают Что Принятая Форма существования И взаимодействия Для них Является Ну Необязательной Не такой ценной Ее фактифицируют Да? Может быть Как раз Как раз Идет за него Истанавливает Как раз Такие формы Значит Если бы Например Мы не хотим Эту нукулярную семью А тут Получается Я не знаю Как Люди Какого формата Нет? А как же Старые семьи Все Старые семьи Ну Католические А может быть Илияне Ну Видите Деревни Меньше Разбудятся В городах Больше Сюжет Очень интересный Я не знаю Семья Как Говорят многие Женщины Эмансипируются Женщины Стали независимы Женщины могут Независимо И гвоздь прибить И нанять людей И все прочее Мужики на самом деле Не нужны Поэтому Нафиг Все Не нужны У нас Государство У нас На самом высоком уровне Глава государства Не популяризирующие отношения Это первое Второе У многим Многим Чиновникам Просто неприятность На эти отмечения А мы Скорее И все И что мы За нас И все Будет очень интересно Будет Перепись Опять Сравнить Все предыдущие Переписи Замужних Женщин было Больше Чем Женатых это всегда этот фактор есть не понимаю, вам уже понимаешь, опять Гарема, Гарема семья, да, давай в биртанском браке женщины считают замужем а мужчины считают замужем к определению нужно подираться что считать, брать нет, поэтому нет если считаешь, что там баскор если считаешь, что я жат, потому что я там живу я живу с или женщина говорит, я живу с мужчиной так как я в церковь в разных церквях когда хочу, тогда хожу модернизация, модернизация то есть опять мы говорим Леша, Леша, мы говорим, друзья и она, эй сложно говорить, Геннадий мы говорим о том, что традиционный классический институт семьи переживает серьезную трансформацию по целому ряду причин и так далее мы говорим о том, что мы говорим о том, что институт классический муж и жена трансформируют знаете что в Канаде можно лишиться работы за то, что назовешь папу папу, маму маму вот до чего не дошли например, там были случаи когда в Австралии в Австралии дошло до того, что разоблуждается закон о том, что нужно ограничить до трех раз смену пола да до трех раз режут по и живому я мальчик а вот случай когда ты ходишь в аудиторию и ты не можешь назвать там щи, хи, там все ты можешь сказать, как с вам обращаться потому что это идентификация а не то, что ты есть по этому ну когда Путин, Букашенко, кто-нибудь говорит о сохранении традиционной семьи как и парадоксант они говорят про нас про то, что там папа, мама там все а не про эти вот, я не знаю восполнение дизрукции да, да, да да, да да, да вот опять это 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 гигралы американского типа, грубо говоря то есть это не гигралы, которые я гиграл, но я вот радикально по-другому отношусь да, ученые причем это вот вопрос как раз к качеству запада в целом замалчивание некорректной неполитически нужной им информации и исследования то есть если приходит профессор и говорит на самом деле вот я доказал, что женщина это женщина а мужчина это мужчина они отличаются принципиально и вот человека не дадут ему возможность работать сегодня, да идет просто гигантское лобби знаете, сегодня самое мощнейшее лобби одно из самых мощнейших лобби среди общественных организаций в Америке это ЛГБД у них взять фочер 500, да 100 100 компаний каждый год миллионы долларов туда дают для того, чтобы это продвигалось для того, чтобы там класса 3-4 класса они начинают учить детей трансгендерным вещам я я либерал я либерал я считаю, что это просто это толженоум это как в Швеции в Британии и Германии в демократиях запрещали людям полицейским докладывать о фактах изнасирования совершенных мигрантами для того, чтобы не обидеть Ярослав вот Кеном правильно сказал ты категорический либерал нет, нет, я аксиологический или так как угодно я вообще знаете, друзья мы говорим про деструкцию и прикрыться либерализмом прикрыться вседозволенностью вот приходят убежденные верующие сюда ему это скажут да ты просто ну юридит грешник выскажите ему учёный приходит говорит слушай я доказал вот моя работа что на самом деле женщины и мужчины это гендеры и всё нет это не правда если считать приверженность правде и тому что есть неким мерилом отношения определения тогда эти все клише генерал не может брать по определению то что у черных относительно белых а у черных относительно белых обвинив в расизме всего лишь человека который в течение деятельного времени делал вот этот эксперимент и подтвердил я даже в Москве знаком я не могу потому что если только я обо начну говорить всё это в детстве знаете есть очень хорошая а подожди сейчас подожди если человек говорит что у нас болезнь или гранит лицензия и вы помещаете психушку и лечит и если мужчина говорит что он женщина я вас защищаю и самое интересное в этой ситуации я думаю что проблема здесь в том что мы стали обсуждать в обществе то что было всегда с кем ты спишь это вообще твой личный интерес и просто это дорожение обществе Виктория понимаешь ты говоришь дорожение а здесь разговаривают европейские парламентарии это это нормальная европейская сегодняшняя практика не удивительно потому что единственного члена европарламента 10 лет тому назад сняли он уже был проголосован и согласован как член еврокомиссии и европарламента прошу прощения его сняли за то что он сказал что мужчины должны жениться на женщинах мы говорим о том что меняется информационный ценностной контекст и в этом случае вопрос следующий крайне важен у нас есть демократии которая так или иначе приводит голосование люди голосуют люди голосуют влиянием разных определенных сюжетов это нормально то я абсолютно то чтобы расцветали все гендеры взгляды я совершенно за то чтобы это было предметом осуждение и масс долго я должен признавать это потому что большинство так считает потому что это политический корректный сюжет разработанный политикой в России вот это самое противное что это есть сначала нужно признавать либерализм потом нужно признавать ЛГБТ в самом шансовом отделении и есть репрессии при помощи государства это уже никакой либерализм не пахнет это не плюрализм друзья это опять-таки какой-то коронавизм это ведь не поменялись не ходу а инструменты поменялись но собственно суть осталась это не факт факты отношения и проведения церкви тоже во многом говорят о том что организация требует серьезного очистки и дай бог чтобы они очистились там папа франциск пытается это сделать но противостояние там очень серьезно РПЦ не знает он очищает не очищается но сколько там десятилетий замалчивали педофилию в Америке в католическом сколько сколько в Польше в любимой стране в родине психологической национальной за марши фильм не дал надеюсь 20 минут просмотров от имени жертв снял о том как былы факты педофилии в отношении мальчика в отношении девочки и только начинается обсуждение многие говорят аааа церковь плохая потому что одна она очищается но для нас важно если мы за демократию за некие выборные культуры то что происходит в Европе супер важно потому что 10-15 процентов людей с крайне не мейстримовских партий в Европарламенте это протест против этого навязывания либо это так достало что любые клоуны только чтобы эти противные политики вот Зеленский в Украине это протест против Порошенко и все прочее а в Италии а в Германии а в Швеции а во Франции это что это явление демократии когда люди избирают альтернативу для Германии оно пока до конца не объяснено почему так произошло и вот смотрите что это демократия и тут у нас очень серьезное отличие по известным причинам я честно говоря не буду думать что сто процентов сто процентов не получилось я же был из Украины да даже если тебя убрать все равно но я думаю что она не очистилась политически состояние демократии в Украине показало как можно проводить но у нас в Италии есть люди которые считают что вот у нас функционирует демократия удовлетворенность есть и оно есть в обществе ошиблись нет 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 когда когда аэран да вот это народные иранские иранские проводят разные опросы периодически особенно после выборов да и спрашивают людей выборы были демократические да сорок восемь пятьдесят процентов говорят да то есть это факт жизнь многие люди в Бенаруси считают что у нас есть демократия ну косая молодая такая громая но тем не менее она есть они ну что для них демократия не демократия это гей лесбиянки это Европа это НАТО это все что рисуют российские СМИ или белорусские СМИ и это для них понимается подмена понятия очень жесткая они же не знают как происходит расчет голосов как происходит процесс прилижения кандидатов как происходит в Москве отличный пример того как в Москве не зарегистрировали просто людей вместо реально совершенно очевидные факты и все Москва сейчас стоит на ушах а в Беларуси это делается там с 96-го года ничего никаких ушей все нормально замечательно почему попытки были но они пресекали достаточно жестко не слушайте вопрос попыток да в этом году а другой вопрос о понимании удовлетворенности вопрос о том что есть которые есть там пятая часть которые говорят в нашей группе тоже это есть поэтому это вопрос опять-таки обсуждения института демократии и поэтому смотрите вот что происходит даже Европа я не буду беру ее вот Европа 625,1 миллиона человек это вся Европа 42 страны ну вот там так они посчитали это вопрос freedom house вот и смотрите авторитарные not free вот 13% с ограниченной свободой 4% 83% вот да точно тут чтобы не вот 83% Европы это демократическая страна страна вот евразия вот евразия 292 миллиона и здесь 80% не свободны в разной степени то есть наш регион находясь в Европе является там грубо говоря газким рутенком потому что мы явно радитально отличаемся от всей этой Европы вот видите как у нас получается маленькая часть свободных стран в нашем регионе нет вообще вообще какие страны ну евразия 200 миллионов вот меня смутила цифра 200 миллионов да без Азии без Азии это что по Уралу понимаешь я могу посмотреть кому-то читают вопросы вопросы даже есть там друзья давайте мы в поиске до дополнения расчетов о ценах людей авторитетных это делать Владимир 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 хочешь посмотреть я тебе дам ссылку посмотрим я думаю что сейчас мы не в состоянии оценить правильность технологии но если человек фритмхаус делает это там 20 лет и выставляет это на оценку экспертизу у них у них есть абсолютно что тебе причинается почему они так делают иначе но заметьте опять мы если хотим повернуться лицом к кому-нибудь мы должны понимать как там люди принимают решения как они думают и мы радикально отличаемся от того что там ну наш президент говорит типа что у нас даже больше зомократии чем у вас там во Франции ну где покажи где у вас там больше свободы поки линдексом покажи где то по крайней мере по крайней мере нефига нет но уже по Сибири нет это знаешь я верю я православный но я не считаю что Бога нет я хожу в церковь не знаю почему то есть это то же самое это кашель то есть это то же самое вот это все превращается в кашель все информационные потоки связанные с интернетом с телевидением с общением превращаются не выстраивают не помогают выстроить там систему знаний понимания анализа мира превращаются в кашель я говорю этот винегрет только неудобный рим который нельзя вообще есть вот это очень важно потому что тоже оценка значит наша и вот на эти пять вопросов с вашей точки зрения насколько точное следующее утверждение описывается в нашей стране и тоже мне казалось что тут есть какие-то вещи однозначные но не общать нет выбирание политики учитывать мнение людей вот у нас видите вне характерно причем протест европейский он имеет другую природу чем у нас но тем не менее видите вот если поляки вечно недовольны 61% тоже недовольны мы 86% россияне 67% германия 54-44 там все как бы более-менее да в мире 60% то есть 86% ну да поделяется потому что мы живем в свободной стране и у нас вот так здесь большинство политиков коррумпированы у нас еще как бы не так точно но больше трети считают что наши политики не коррумпированы у нас в России возникают стране он обязан поступать таким способом то есть здесь вас пришли съемки то есть это не понимаешь это у нас коррупция которую они называют это не коррупция я тоже написал что не характерно потому что считают нас и тормей политики нет даже если у нас есть один политик у нас политик жанра приехала и что там надо писать и расскажет вам на рамках стримовой перевод злоупотребление служебным полотом короче говорить коррупция то есть мы все говорим об одном и том же получается что у нас каждый политик он не может стать политиком если он не коррумпирован по сути если он не собирается злоупотреблять если за ним нет уже хвоста я помню высказывание Арзидента у нас достаточно одного политика и он коррумпирован давайте с ним определиться идея тут как раз нет здесь у нас вот вот то что реально правильно мы все согласны что у нас безопасная страна вот это Стас один ответил у нас по-моему не помню кто-то ответил но собственно один человек был который сказал что у нас может быть опасно но тем не менее судебная система то же самое тоже система я не знаю когда есть тезис что система относится как все справедливо и мы знаем как судят по выборам как служебным принимателям как по налогам как по таможне конституционный суд признал полностью соответствующую конституцию указ я понимаю Виктория мы говорим не о юре высшее высшее и к тебе так же будет относиться к госпредприятию или к таможенному комитету которые изъяли эти деньги исходя из принципа добросовестного предпринимателя который декларировался в Удаше есть последний пример Ислав Восьмилов сейчас 100 лет господином Дерентиков вот явные 12 лет а кому-то освобождение но опять я не знаю даже есть совершенно конкретно случаи когда человека закатали в асфальт забрали конфисковали вот только потому что он как-то в том месте оказался выходит в комитет госконтроля и говорит да нормально мы за злоу боремся а то что был президент то что был указ президента и декреты и все никого не интересует это праздник День госконтроля да День госконтроля и последний вопрос вот и вот последний вопрос большинство людей хорошие возможности получать отношения видите опять если взять по целому мире 57 процентов у нас 23 то есть опять-таки у нас более такое скептическое пессимистическое отношение потому что возможности самореализации у нас гораздо меньше видите чуть ли не зеркальное положение но видите если больше взять не характерно 68 мы как поляки в этом плане очень скептически относимся к тому что государство создало причем я заметил в поляки в разных опросах всегда демонстрируют неприятие органов госуправления суды плохие государство плохое все плохое все плохое то есть когда поляки училища начальник достав всегда они говорят более справедливы больше чем у всех где судебно-системно точно характеристики а это да больше 53 процента нет больше работ больше а судебно-система а судебно-система да ну да все правильно а вот здесь наоборот понятие там все очень сложно но опять поляки разговаривают с поляками а у нас вот там вот вопросы супер важные потому что как наши восприятия как эти практики которые есть отражаются на нас а вот в отношении европейского союза тоже важный фактор дезрукции или принятия решения или начек да вот в 91 году все бы считали что европейский союз когда сила абсолютного добра там все добрые там все умные такие благочестивые хотят и знают как нам принести вот сегодня как меняется расприятие европейского союза самого европейского союза поддерживает мир да 74 демабличные ценности 64 не поддерживает на титане 55 это уже гораздо меньше не эффективен 54 те люди которые считают что европейский союз это сделает все равно 54 процентов считают что европейский союз не эффективен вот и не понимают потребности граждан что это вообще 62 процента то есть вроде бы он и делает вроде бы это за демократию вроде бы и за мир но друзья с точки зрения вот того понимают ли чиновники политики избирания людей нет 62 процента это очень много и вот на этой волне опять возникает либо популизм либо это реакция на неадекватность политиков на адекватность на то что людей чиновников которые никто не избирает они разгряжаются десятками миллиардов долларов они просто на своей волне вот и этого вот пожалуйста люди ответят и что с этим делать потом это там страсти на руки на политических партиях вот а самое главное вот например мы не Россия Беларусь Украина Казахстан Узбекистан на на кого брать с кого предпример европейского союза сегодняшнего бросания если европейский союз который был там 30-50 лет назад какие бизнес практики если европейский союз не понимает потребности граждан значит мы не можем копировать и брать с него то что нам предлагают у нас видите не понимают ровно 50 на половину на половину вот пожалуйста мы там разделим мы в отношении европейского союза более оптимистичны вот видите 68 подрывы процветания там 55 да 86 64 то есть мы со стороны кажемся что это более эффективная организация поэтому это и важно что мы не смотрим на европейские села с печеньками мне кажется сейчас европейский союз самопроект оно превращается украинскую раму старого созыва лоббируют свои вопросы не забыли лоббируют свои интересы все и это бюрократизация да когда люди политики там Брюсселя оторваны вообще никому не подчиняются волить никого нельзя проекты которые делают они вообще не от мира всего от бюрократии у каждого у каждого есть там возле Брюсселя есть мощнейшие лоббисты которые там лоббируют какие-то вещи очень у страны что вам надо это 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 не не нам не подходит ваш повестка дня вот там баш вот то что вы хотите последний пример Грибовская это сейчас в России есть кому-то взятку чтобы попасть в европейское правительство да сейчас обсуждают в тьме куда мы строим Грибовская какой партнер да взяток ну а как попасть ко мне еще а как заинтересовать как заинтересовать да вот и все вот демократия для нас это важно если мы говорим про вот куда нас толкает или подталкивает к чему европейский союз для нынешнего вида потому что если например в 2021 году да больше демократии да за выборы да за свободы сегодня например приедет европейская комиссия к новому президенту Украине Зеленскому и что она ему будет говорить к чему она будет его подталкивать к системе МВР всемирного банка центральные банки занимаются количественные смягчения занимаются регулированием никакого рынка земли не будет потому что и квотирование вот этот бушит это опаснейшая древучая смесь которая приводит к тому что в конце через 5 лет один цикл Украина будет опять провалена и опять быстрее не он цикл практически предполагает что будет сохранен и тогда будет вопрос давайте back to USSR как первая известная группа и все а то же самое а Беларусь и Лукашенко на нашей власти сидят и думают так давайте изучать мы были в определенных отношениях с Россией столько лет отношения мы вроде бы вроде бы уже там этот формат отношению за решению давайте менять формат есть предложение формата отказаться от определенных институтов независимости и грубо переподчинить себя вот этому группировке которая управляет Россией это один сюжет второй давайте попробуем диверсификацию в каком формате да в формате экономической конкуренции в формате гоператор в формате европейские инвестиционы бантуре даст миллиард долларов на строительство дороги и все так еще интересный момент я читал обзоры Минской области главы правительства Европейского союза да немцы пишут так что она расхранена модель сфер а развалит сейчас европейского союза я тоже слышал да наши друзья тоже не могли приехать в Голландии наша лища которая выступала в прошлом году стала членом мировом вот и поэтому она говорит я из-за того что занятость не могла приехать но она обещает в следующем году обязательно либо там составить делегацию приехать там то есть она инсайдер и она рассказывает про многие вещи которые абсолютно борьба эта очень жесткая и например есть народная партия главная она не может точно так же управлять в старом режиме и понимаете самое страшное что людей которые выступают за возврат к христианству и традиционную ценность считают фашистами называют большевиками то есть это идет такой же значит притягивание до верного как в беларуси а там рамшу фибералом против пармюджин да там александр он за предпринимателей он просто за 500 процентов прибыли готов вообще страну продать это идет то есть идет опять мы получаем вместо центра наджинга позитивного получаем некую кашу и непонятно куда эта каша может нас привезти и вот это совершенно потрясающий сюжет связанный с оценкой индивидуала запада разных процессов заметьте специально 10 лет назад известный человек который там читается добру левому во всему самым захватывающим что я видел в моем последнем визите лицо это то что как называют лучший мир а он лучший шепрон да шепрон преподает в американском университете он липист известный у него куча фолловеров на самом деле для них послушайте что говорят новый конгрессменный конгресс вимены штат для них социализм венесуэла это было просто супер все европейские венесуэла чабис это было четкий протест против бездушного натоичного забравшегося зажжавшегося сирид это сирид сирид это 10 лет назад было понятно что это 10 лет назад тоже был авторитарный режим они конфисковали национализировали все к этому шло просто люди понимают что они тот же сандарс который там один из самых популярных который есть в Америке тот же колл колл приятно слышать какому-то часть глупому лекторату он же не он не на лекторат он не политик он opinion maker он thought leader то есть leader мысль это гораздо опаснее потому что policy maker я там за то чтобы регулировать цвет а это этот работает в режиме интеллектуального шамана лет 40 салютно четко вот пожалуйста и причем что вы думаете они что съели свою шляпу сказали ой 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 вы пересмыслив там социализм и пересмыслив эти практики нифига они просто молчащие что происходит а теперь это экстез исполнительный я стал инженера компании гензоруберстрой когда были те годы создаются лучшие веры когда ели там кокосы эранасы я предлагаю поставить вы окончили над большим миром пойти обедать сейчас 4 а там еще присоединился карпоне наши любимые прошу любите жаловать я Андрей никто еще не представлялся про это ты может быть первым нет Андрей ты уже не представлялся так друзья все не представлялся Андрей не представлялся друзья я потом когда в процессе вы должны высказываться что так говорится и говорить я позволь себе вас немножко рассчитывать в конце кто не знает просто добавить 10-15 секунд и потом в конце так иначе в конце школы я надеюсь друзья мы закончили на этом джентльмене который на самом деле является шаманом современного мира достаточно популярным пользоваться 10-15 секунд цитируем их к сожалению поэтому это не просто человек который фрик это человек который на самом деле очень влиятельный и вот все что мы сейчас говорим вот важнейший элемент доверия который является важнейшим материальным активом активом который формирует наши отношения и к семье и к церкви и к демократии и к правителям и к другу и вот интересное такое опять-таки люблю это исследование это мандерометр который каждый январь делает они оценивают доверие к четырем вещам доверие к государству доверие к НГО доверие к бизнесу доверие к разным людям профессиям и так далее вот они оценивают мнение mass population то есть все населения оценивают паблик так иначе это люди которые инсайдеры так иначе заняты в этой сфере вы информ паблик и вот что происходит в современном мире причем это делается на мировой опрос растет спрос разница оценки доверия к разным институтам между информ паблик и населением в шестнадцать процентных пунктов это максимально в семнадцатом была она в двенадцатом она была очень маленькая то есть люди эксперты одинаково оценивают доверие к существенным институтам это говорит о том что растет спрос на технократизм на элитизм со стороны тех людей которые принимают решения а люди остаются сами по себе вот distrust видите вот это вот да trust и mutual вот собственно это очень важный сюжет потому что он потом будет как мы понимаем людей мы политики больше ценятся нет они больше доверяют партиям больше доверяют государству больше доверяют бизнесу обыкновенные люди живут в своем мире до них только не доходит потому что ты например доверяешь ли ты суда да доверяешь ли ты институтам демократии доверяешь ли ты там не знаю прокуратуре или там бизнесу ты им можешь доверять потому что ты больше ты и сзади ты знаешь да а человек который там просто там не знаю там вернет красит не сталкивается он просто формирует мнение на основании там средств массовой информации одна бабушка сказала в интернете прочитал это совершенно вот видишь разница сегодня большая и вот когда возникает сюжет связанный с демократией с тем приходом к власти популистов Трампа Бориса Джонсона и всех прочих люди говорят да мы против того что было мы хотим нового эксперты все в шоке и начинают обзывать там всех там фашистами там популистами и так далее и так далее и получается полный диссонанс вообще не понимаем что происходит в мире в связи именно с совершенно радикальными оценками вот я не знаю не вы только не впинал Трампа да а Трамп очень высокие шансы стать второй раз президентом в США а что что нет опять сделал так кто то там сделал мы говорим о том что есть один фонд паблик который все СМИ которые очень просто говорили а есть люди которые на своей волне и они на самом деле вот не разделяют мнение многих экспертов тем более тем более вот получается они верят в знания не во все знания потому что очень важный сюжет кого они все таки верят это вопрос опять такие в Беларуси очень важные протестное голосование протест против мейстрима протест против лжи вот это то что мы говорим на наших майках дружный слепо-запад это такое смотри дружный да слово появилось как протест против использования русского языка как инструмента агрессии информационный войн фальсификации правды вот по крайней мере это одну вещь почему слово дружно для того чтобы подчеркнуть что это знаешь как в Советском Союзе интеллигенция использована маты для отстраивания вот от того что шло там пропаганда там сервис партии все прочее то же самое здесь но можно сказать слово оно необычное на слух но оно воспринимается именно как отстраивание от этого да чтобы показать что даже смысл этого слова радикально отличается от той среды где собственно используют русский язык для РТР на Соловьевщине грубо говоря в таком что он понимает вот смотрите вот продолжаем еще вернемся к доверию вот финансовое положение обыкновенных людей в нашей стране видите практически у нас немного немного активистичнее да ухудшилось только один процент не изменилось восемнадцать улучшилось сорок один то есть грубо говоря это не вызывает сомнений потому что во-первых двадцать лет назад было действительно плохо да а сейчас лучше вот и я например я считаю что вот даже объективно посмотреть там по заплатам по там по пенсиям по доходам по уровню жизни обеспеченности материальными разными вещами в семье стало лучше но сорок процентов нас считают стало хуже сорок один это опять субъективизация вещей которые оторваны от фактов потому что если по фактам да ну вопросов нет конечно если кто-то был миллионером а стал там получать зарплату хуже для него лично речь идет обыкновенных людях да то есть не о тебе лично и здесь понятное дело стало лучше но у нас вот 41 процент конечно же ну вот ухудшилось видите то же самое взять вот взять глобальную половину да за последние 20 лет посмотреть ВВП на ВВП да 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 так таком что население доходы производительность труда нету ни одного показателя который бы говорил о том что стало хуже в мире по материальным положениям ощущение доверием опять возвращаемся к супер важному фактору оценки экономической политики это не материальный актив доверие которое влияет на то как будет проводиться экономическая политика любые там действия связанные с нашей страной будущее 68 процентов из нас вот смотрите тоже как мы отличаемся позитивно от мира да там только 30 процентов мы две трети нас нашей аудитории считать что мы будем жить лучше наши дети значит мы верим во что низко сравнительная база у них просто богатство нет при прочих сравнениях наше ощущение через 20 лет у нас будет что-то другое лучшее в сравнении с точки зрения денег вопрос вопрос очень важно за счет чего мы понимаем за счет чего за счет вот в этих всей дизрубции модель пользования и шеймы это однозначно Женя считает я очень люблю эту точку зрения шеймы экономии которая децентрализованно влечет наши активы ресурсы в процесс генерации доходов и вливает год на заработной план если это początku цена 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 датронизованной деньги это валют это все супер это великолепная примеры поможем можно заработать давайте мы в этом лето ISS мы уже А уже средства, инструментарий какой-то у каждого усвоен. Кто в коммерции, кто в адвокации, кто в политике, кто в экономике. В любом случае, вот это соотношение говорит о том, что здесь собрались не просто поговорить. Поддержать. Ну да. И сделать для себя определенные выводы, которые потом позволят видать. Виктория, это как бы немножко выходит из-за рамки того, то есть это могут делать наши дети, это могут делать другие субъекты, ты можешь стать в потоке. То есть улучшить материальное положение можно по-разному. И конечно классно, когда за счет своего собственного труда, за счет своего бизнеса, за счет своих усилий, капитализации, монетизации того, что есть, общая экономия или там ИП, ИП и все прочее, ты можешь это сделать. Я к тому, что мы активисты, почему, зная все это, только 30% людей считают, что 10-20 лет будет жить хуже, чем. Я расслабился. Ошибка, погрешность выборки. Нет, нет, нет. Там мы решим про все страны. Нет, 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 нет. А я решил справа отверстия участников школы. Слушай, давайте мы не будем говорить про ошибку. Я говорю, не репрезентативно. Я хочу сказать, буду. Все отвечают. Я объясняю, что наши страны, радиострады, с возрастающим потенциалом, с каждым годом наш потенциал в наших странах возрастает. А это лучше. Даже это, рано или поздно, но прорвёт в том, что будет жить лучше. Можно жить и постоянно. На самом деле, сейчас в Новосибирске много консервов. То есть, если раньше родители считали, что надо помогать больше детям, то сегодня они понимают, что создавали некие шансы для детей. А шансы, как и вы. Лучшее образование – это миграция. Закрывается, да? Соответственно, они понимают, что да, хороший шанс ребенку, да? Эти же дети будут помогать сегодня родителям. То, что происходит в Литве. Люди, которые… Владимир Владимирович, который уехал… Денежные потолки возвращаются в страну и… Да, да, да. Возвращаются и уезжают. Леведович, перспектива. Дети, уезжайте. Да. Вадим. Дайте слово. Вадим. Мы все рассматриваем, как бы, чисто экономический момент, да? Нет. Почему? Нет, я сам, я просто хочу, знаешь, фокус внимания. Да, я согласен с тобой, что это внутренняя позиция к надеждам. Да, надежда, абсолютно. Надежда. Вот. А она, как бы, формируется немножко по другим моментам, которые ты вот в начале говорил. Там, вот, увеличение религиозности, вот эти все моменты, да? Надежда. Больше времени. Поэтому… Больше времени. Больше времени. Как раз так сказать, что разбрасываемся, вот здесь вот, кто-то говорил, из коллег, значит, будет лучше, да? То есть, это как раз таки больше показатель, что есть уверенность в себе для того, чтобы прийти на другой уровень. Ну, смотрите, я адвоката дьявола отзываю в отношении собственной группы, да? Нас. Через 20 лет отношение пенсионеров к работающим будет один к одному. Через 20 лет средний возраст женщин будет 49 лет. Через 20 лет умрет последний предприниматель, рожденный в 90-х годах. Через 20 лет. Через 20 лет айтишники будут пресидентами, офшоров, средний возраст. Средний возраст. Средний возраст? Да, потому что сейчас 42. То есть, плюс молодёжь уедет, собственно, и получится. Это белорусы. Да, белорусы. Да, белорусы. Я к чему, друзья? Что, Андрей? Средний возраст женщин 42 года в стране. Средний возраст всех 41-43. Не твоих женщин. Не, не, не сдавай друга, Саша. Не сдавай друга, как тебе не стыдно. Так вот, друзья, можно представить себе сценарий, когда у нас будет мистификация, когда будет у нас сохранена некая практическая эксклюзивная структура, в которой бизнес, бизнесмены, которые сегодня ещё работают нормально, не потеряли надежды, будут, кто уедет в Россию с предприятиями, активами, что идет в процессе. То есть, я последние там полгода, по-моему, пять или шесть заводов белорусских серьёзных открывают производство в России с интеллектуальным капиталом, который уезжает туда. Я же не говорю, сколько там людей уезжает в Польшу и всё прочее. То есть, можно себе представить, что белорус превратится вот здесь, да, вот в нашей стране такого не будет. И вопрос, как мы в ситуации дезрупции, там, технологические изменения, противодействия всем этим процессам, особенно 4-го промышленной революции, да, можем сохранить вот эту тенденцию. Через 20 лет радикально будет другое производство. И вот в Германии… Радикально другое производство. Ярик, немецкие Союз работодателей, он исследование проводит, да, вот мальчики, которые родились в этом году, по их расчетам, вот эта социальная политика, деньги все будут жить 93 года. Девочки 97 лет. И они все, вот эти все расчеты будут… Я, да, да. Я в такие прогнозы не верю, потому что, там, в Советском Союзе, там, в 1902 год был коммунизм, да? Помните, жилищная, жилищная программа была такая, все там, квартиры… Всё это гипотетика. То есть, здесь не факт, что если мы будем предлагать неких целенаправленных интеллектуальных усилий, мы адвокаты, там, позитивных перемен, то оно само вопрос не рассосется. Более того, по определению вот хуже. Вот. То есть, оно просто… Перед инерцией сегодня – это хуже. Причем, самотивление очень… Таких концентрированных стейкхолдеров, оно совершенно очевидно. Любые… Вот бизнес, опять-таки, возвращаемся к декрету номер 7, к лажет предпринимательства, возвращаемся, там, к поддержке предпринимательства, вроде бы достучались, вроде бы сделали, два года прошло, и… Улучшилось? Улучшилось? Да, улучшилось. Да, улучшилось. Улучшилось? Улучшилось. Кому как? Повторите вопрос. Повторите вопрос. Улучшилось? Да. Улучшилось? Улучшение слов уже закончилось, друзья. Улучшилось, терпимо, уже… Это классно. Уже действительно уже были, и все. И это вот самое-самое, собственно, видно. Поэтому вот это вот 32, да, вот это вот… Да, могут они… У них есть основания быть здесь. Да? Или 58… Знаете, вот самое… Почему американцы, европейцы такие вот, ну, особенно там, богатые страны? Потому что они смотрят на пенсии, да. Пенсия – это трендинг. Просто абсолютно ансистемия была. Демография – это гигантский, гигантский удар по существующей модели социального обеспечения. Гигантский. Вы не представляете, какой. Мы можем там, а, 30 долларов в пенсии, а, там, 80… Ну, ладно, проживем там, огороды, там, закупки, закатки. Это наша ментальность. У них радикально другое. У них это… Если это будет, это будет такой, знаете, у-у-у-у. Это вот вопрос о том, что сегодня идет к тому, что, знаете, они идут по пути стимулирования старой неэффективной модели. Центральный банк, Лагарь, что сказала, когда вот она только ее назначила? Я напечатаю 1,5 триллиона евро сразу же для поддержки… Кого? Старых, неэффективных банковских структур. Которые будут раздавать деньги, доплачивая кредитополучателям. Представляете? А мы размещаем в России банды под 7% и говорим, блин, какие мы классные, мы же супер. Отрицательные кредиты. Было 6, вот. А тут получается такой вопрос. И это вот, дезрубция, она везде происходит. Но у нас, вот, на основании, вот я… Я, честно говоря, обращал 8%, я как с одной стороны порадовался, чтобы декоративились, с другой стороны, я хотел бы понимать основания лицкого оптимиста. Вот. А ты сам в какой категории ездил? Я, по крайней мере, не оптимист. Поэтому я… А как я говорю? Я объясняю себе, как, да? Я предполагаю, что… Стучаться, достучаться до небес, и оттуда скажут, делай хорошее, доброе, вечное. И тогда можно было сформировать команду, вот как команда Зе, да? Там у них есть шанс. Но уже сегодня есть куча противодействующих мощнейших элементов, которые готовы заблокировать и задушить вот это. Это такой хрупкий вещь, а у нас даже этого нет. Там вот есть воля народа, а у нас воля того человека, который сегодня боится даже с бизнесом разговаривать. Потому что надо правду говорить. А он окружен такими людьми, шаманами, да? Которые без должности, без знаний, без данного денег, просто шептуны. Вот этот вот шёпот… Понимаете, как Ильянов говорит завтра, он может спросить у него, «Кто, что он шепчет Путин?» Это же не то, что доктор личных наук. Даже пусть Глайзев, экономист. Даже пусть там, не знаю, там, Володима. Пусть там, не знаю, Силуан, экономист. Это же не эти люди, а там… Старец Лав. Старец Кирир. Старец, ну, Герб Фарфоловей. Он же и нашего туда залазил. Они же, самое страшное, приедут ещё сюда, понимаешь? В Жировичи приедут, там будут молиться. Ваниский Витебский парад, Витебский собор. Вот можно я две копейки, если ты вернёшься к тому слайду. Дорогие друзья, да? Мне радостно, что 68% из нас уверены, что мы своими руками, своей головой сделаем так, что нашим детям будет лучше. А вот те 30, да, к сожалению, да, то есть нам не компаньоны. И как же говорить… Иванер Держинского, да, с тем, кто не верит в наши… Маузи. 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 Да. Вот. И знаете, вот опять, пессимизм. Вот пессимизм, смотрите. Япония, 16 только процентов верит, что будет лучше. Япония самая страшная демография. Франция, 21, Германия, 26, UK, 28. Это все страны запада очень развитые, очень там зажиточные. И они вот оценивают своё там будущее на 20 лет очень пессимистически. Вот. Не видно последние страны. Это Колумбия, Индонезия, Индия, Мексика, Бразилия, Садовская Аравия, Китай. А мне пессимизм или пессимизм? А что? Нет, обороны пессимизма. Это оптимистический страны, да? А им просто мало надо. Нет, а нам что мало надо? Нам надо меньше, чем китайцы в раза в три. Это непонятного рода. Вот. Пессимизм – это доминирующее положение, которое сегодня есть в мире. Вот это вот та вещь, которая… Ну и где-то вношелся человек, который не согласился с тензисом, хотя он… Вот. Действует гибко и быстро – новая валюта бизнеса. Если мы слишком летят, мы обанкротимся. Это, конечно, только футурологическое, потому что можно бизнес вести по-разному, но тем не менее, даже… Русская обдуманность, значит, неправильность, да? Я… Ну, не комитет. Для меня оказалась совершенно вещь вот очевидная, да, что бизнес должен сегодня быть крайне гибким, подвижным, меняться, адаптировать. Иначе он просто грозит вам обокрутиться. Ну вот, не все так думают. Один человек думает не так. Таких вопросов очень много. Я понимаю, что это было приятно. Вот. Да, не согласен. 67 согласен, потому что… Третий человек не согласен. Ну, как может быть? Третий не согласен, что… Не понимают. Не верят в уровень изрубки, грубо говоря. Люди думают, что там… Сначала было пять изрубки технологий, потом и стало восемь. Другой классификации – девять. Они просто множатся в зависимости от того, кто что пишет. И вот смотрите, люди думают, что… Ну, робот появится. Ну, появится робота. Ну и что? Ну, более робот – это… Искусственный интеллект появится. Ну и что? Мы его сломаем. Да. Типа появится 3D. Ну и что 3D такое? Ну что такое? Я думаю, ты очки отделай и 3D смотришь. Мы не понимаем, что это такое. А если они… Когда вот будешь уже на этапе реализации, все будет трендер. Вот. И вот смотрите, кто должен быть лидером – это вопрос к бизнесу, предпринимателям и, собственно, она. Потому что 76% людей, это по сравнению с 2018 годом на 11% пунктов – это гигантский просто рост, которые говорят, что директора, руководители предприятий должны вести и быть в ответе за, rather than waiting for the government, за то, что будут делать эти изменения, а не ждать со стороны правительства действий. Вот смотрите, вот. Equal pay, причем, заметьте, что они ждут, что бизнес будет выравнивать заработок на платок, а статистическая идеология, бороться с дискриминацией, тренировать там, вести тренинги перекалификации рабочих мест, вообще окружающая среда, личные данные, сексуальное домогательство и fake news. То есть, вроде бы, это CEO. Вы представляете, какая нагрузка ложится на любые предприятия в современном мире? Не просто зарабатывать деньги. Да? То есть, я максимизирую прибыль, я знаю, как популяризировать производство, я знаю, как продавать товары, как их брендировать, все. Просто совершенно другое, как дикань. Правительство, мы тебе не верим, а вот бизнес, который работает с нами каждый день, вот пусть он заботится о том, чтобы выравнивать зарплату. Андрея Карпулина, который генерировал, условно, в миллион долларов, и Владимир Симашко, который генерировал в минус 10 миллионов долларов ежедневно. Не про свой миллион, а про выхваченную цифру. Комментарий первый. Мы говорим, это чиф экономик офиса, по-нашему финансовые директора, зам директора по экономике, зам директора по экономике или финансовый директор по-нашему? Чиф экономик офис. То есть, ты говорил, CFO, Chief Financial Officer. Это генеральный директор в нашем директора. Серег. Да, Владимир. Слушай, ну вот, в дополнительном том, что я сказал, то есть, получается следующее, что участие населения, а то я ничего не могу сделать правильный. То есть, нет обратной связи, да? Да. Ну, ладно, говорит, они там уже подружались настолько, что мы, по большому счету, ее не везем. А теперь, вот, давайте, вот, вы везете, давайте везти еще больше за нас. Да, да, да. Это, друзья. Друзья, это поиск пастуха. Да, 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 да. Это вот, дайте нам. Кому дать безумка, кому дать. Я не верю тебе, но я верю. Ты деньги заработал, ты создал рабочие места, ты крут. Так, давай, вот, ты сделаешь для нас. На тебе 4,5 рули. Да. Здесь сравнение. Я не спорю с тем, что вы сейчас сказали. Подусловно. Конечно, каждому человеку свойственно спрятан только кого-то ответ на встречу. Но здесь, в сравнении, не полагаясь на правительство, а как раз генерировать принятие решений, дерегировать тем, кто умело принимает решения в бизнесе. И тем самым уже имеет репутацию людей, которые могут принимать правильные решения. То есть, диригирование. Хорошая репутация. Конечно. Но, смотри, есть люди, которые отвечают за определенные вещи, связанные с социально-катологической политикой. Это, конечно, преустройство. Это тоже, в политическом устройстве. И для того, чтобы, знаешь, функция бизнеса зарабатывать прибыльно. Да? Функция. Это точно. И, если сейчас эта функция, да, через убеждение электората, через некие принуждения, через политику, так или иначе, это должно… Что такое и-купэ? Это, грубо говоря, должно быть какой-то законодательные акты, которые выравнивают или ограничивают назначение высоких заработных плат, назначение низких заработных плат, вне зависимости от правительности труда. Если сейчас мы говорим, что вы без дезоргции медленно-медленно шли от глиняных табличек с черточками и пришли в компьютер, то сейчас, когда семью медленными шагами мы можем умереться, мы можем вполне предположить, что следующим шагом будет переустройство управления государств, каким-то образом поставлено предположим на финансовые рельсы. Рано или поздно, у нас был вопрос, как сегодня государство, половина экономики, это большая часть активов, гигантские, земля, активы, это контроль над всем, это гигантская, и вот все вопросы, связанные с тем, как это функционирует, они так или иначе зацикливаются на государство, а не на бизнес. Бизнес, он получатель правил игры, он пытается что-то сделать, да, но получатель, а тут получается общество. Подожди, 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 мы можем, друзья, мы в бизнес, многие из нас, друзья, эй, наверху, наверху, тишина. Мы готовы делегировать бизнес, но эти плановочия, 76%. Не готовы делегировать, а они говорят, должны. Это радикально другая, это не там и дальше, это абсолютно. Это идеология social responsible business. Самое интересное, вот эта ситуация, смотрите, друзья, вот что происходит в Беларуси, так вопрос о том, можно ли надеяться, что в Беларуси, да, на генеральных директоров, на руководителей частных госпредприятий, может быть такая же надежда на удовлетворение, там, вот этих перечисленных или других, там, рекомендаций требований хотели. В ситуации, я понимаю, что это не Беларуси, потому что я говорю, если в мире так, а у нас как, то есть у нас институт директоров предприятий, да, многие из вас руководители разных структур предприятий, руководили ассоциациям всем коллективами, да, вопрос, насколько на вас логично, адекватно, разумно рассчитывать для решения тех задач, которые люди хотят, чтобы, государство не решает, не решает, но бизнес-коп попробует. Потому что вот это вот такая табличка, которая говорит, насколько бизнес-руководители предприятий увольняют и сокращают рабочую силу, не представляя никаких, там, гарантий, социальных, там, переквалификаций, ничего, это просто ощущение некого труда, да, Грин. А прирост фрилансеров и ИП? Здесь без ИП, здесь просто идет... Самозанят, ты так понимаешь? Понимаешь, в чем? Здесь, кроме того, что увольняют и сокращают, повышают эффективность. В этой цели есть и прирост фрилансеров и ИП, и тех же этих самокричей. Сколько самозанятых в Белоруссии, скажите, пожалуйста? Очень знаю. Сколько? Официально зарегистрированных платежных. ИП-шников 250 тысяч, 5%? Нет, уже новая данная прирост 5% в 250 тысяч. ИП-шников 10 тысяч в этом году увеличилось до 5%. Самое интересное, посмотрите эти цифры и сравните их с цифрами общей занятости, с налогоплательщиками, с тем, кто... Там, с одного рабочего места. Получается, что у нас вот исчезают там 40-50 тысяч в год, непонятно куда. Вот это вот просто цифра, которая просто вот она распорядится. Вот мы с вами реальность. Вот были я, где-то еще и... Полный данный из общего отчета, это же переток, они же куда-то перетекают. В общем, сегмент, который интересен показать, что жирные минусы. Но на самом деле это не минусы, а переход из сканья А в сканья Б. Это значит, что сканья А отвечает за сканья Б. Друзья, это вопрос, смотрите, я к чему веду? Да, кстати, вот... А здесь можно еще и пенсионеры могут быть? Пенсионеры, вы имеете в виду часть... Там и миграция, например, в том же самом раз. Миграция, надо подозначить. Вопрос не В, вопрос у меня такой, да? Если... Какое отношение к директорам сегодня господоприятия? У населения, у работников, у всех? Никаких. 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 Вот функция. Функция гос. Решение социальной задачи, да? Насколько она может решаться... Друзья, насколько она может решаться директоратом сегодняшнего вида? Либо нам нужно сначала соревновать институт частных управляющих бизнесом, и потом от них там вести диалог с ними и говорить общество, говорить директорам, друзья, вы же классные ребята, давайте вы сделаете вот это и что-то другое. Потому что государство в данной ситуации выступает как коммерсант, как регулятор, как собственник, как контролер в одном лице флаконе. Оно не может решить эти вопросы. На мой взгляд. Может у вас другая точка, да? Ну, не слово катарсия здесь. А, то есть нравится катарсия с очищением? Опять же, кто сокращает? Это же убыточные предприятия, наверное, сокращаются. Не факт. Ну, скорее всего, знаешь, что большинство предприятий никутины. Тем самым они повышают свой эффективность. Хорошо, что избыточный персонал ненужный. Женя, ритмачность падает, производительность труда практически не растет, финансовые показатели ухудшаются. То есть ты говоришь тезис о том, что улучшается? Нет. Хорошо, прощение. Можно я раз обращу? Да. Ну, вот эти данные еще раз. Катарсия с очищением труда. Мне кажется, что просто сам по себе взятый только один этот показатель, он не может дать данного вывода, потому что нужно более бухлестные исследования. И потому что здесь все используют, потому что они приводят другие показатели, а этот один не полный, потому что они дают познавания, как мне кажется, для столь глобального вывода. Кстати, этот слайд, не для того, чтобы не сказать вывод застанет к трудах, этот слайд, который должен нам дать некую пищу дополнительную. Друзья, тихо, я не слышал, что я говорю. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Друзья, понятно. Там не слышно то, что вы купите, вы просто не слышно. Нет, нет, нет. Давайте потом будете открывать после того, как вы закончили. Я расскажу, а вы стоящие для статистики? Наши Белстат? Да, Белстат, все цифры Белстат. Я тогда хочу сказать, что уволенные и вышедшие на пенсию – это разные шифры, поэтому возраст числа уволенных по шифру и вышедшие на пенсию не включаются. Еще раз не понял. Я хочу пояснить, что в этой цифре нет пенсионеров. Здесь упоминали о том, что в этой цифре есть пенсионеры. В нашей статистике это разные шифры. Вы вышедшие на пенсию шифруют за пенсию, а уволенные – другие. Это в чистом виде. Люди у нас возродного года, уволенные в штат. И поданные в обязательную статистику. Я хочу что-то добавить. Андрей. Вы забываете, что как раз в эти годы у нас была пенсионная реформа. О, и пенсионеров не писали. И, секундочку, нет. И, наоборот, пенсионеров становилось больше из-за того, что многие старались за 6 месяцев то выйти и вот государственная система пенсионная позволяет досрочно выйти на пенсию. Поэтому все торопились, чтобы лишние полтора года не отработать. Но это не пенсионеры. Но это не выходные, если мы не вознялись и шли туда. Друзья, давайте мы… Пенсионная реформа, Андрея, вообще про это говоришь. Пенсионная реформа – это не пенсионная реформа. Это просто механическая вещь по увеличению, там, увеличению грузов на СССР. Совершенно. Тема есть, она супер важна, потому что, на самом деле, вот, главный вопрос для нас с дезрукцией начали, да, директора предприятий, класс директоров, является ли он надеждой нашей на позитивные изменения? Нет. Класс директоров госпредприятий, класс директоров частных предприятий, класс директоров, там, общественных, государственных организаций и учреждений, которые понимают больше, чем просто обыкновенные люди, которые работают на заработную плату, там, еще. Замечательный вопрос. Класс директоров частных предприятий. Да. Да. Ну, они есть, по сути, если они идут в директора частных предприятий нашей страны. Ну, вот один человек, вот Новый второй человек, вот Иван третий человек, вот Гена четвертый, Саша пятый, вот Вадим, вот, вот директора. Вот, 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 вот. Я сейчас, ну, безусловно, я сейчас, ну, безусловно, ну, как-то обещаю краски, но я хочу сказать, да, что люди, которые рискуют фактически всем, да, и собственной жизни, в том числе на свободе, являются директорами частных предприятий, потому что вас отменяют 480-й указ и принимают налоговый кодекс. Правильно? Значит, хороший вопрос, мы на других не можем полагаться, потому что эти люди принимают решение и берут на себя ответственность. И они являются профессионалами в том, за что берутся. А полагаться может в любой стране. Человек только на того, кто, по крайней мере, компетентен хотя бы в том, чем занимают. Если люди компетенты, например, в том, что они делают, да, почему они могут быть компетенты в решении практикальных других вопросов? Если они захотят заняться. Смотри, 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 друзья, вот один просто пример для иллюстрации, потом дальше. Недавно совершенно приняли решение о том, что на бизнесменов, на физических лиц можно налагать ответственность за неуборку территории вокруг себя. Так это уже давно. Ну, ну, там, сколько, два года, там, три, вот сейчас недавно. Всегда. Ну, там не было такого принуждения, потому что там исчет штраф. И вот вопрос, да, вот конкретно функция государства или коммунальной службы, нет, надо, грубо говоря, взять и заставить бизнесменов, грубо говоря, платить еще эти налоги или дополнительные услуги, которые нельзя отказаться. Вот, это та же, как и другая функция, там, не заставить бизнес, а та же самая. И там, там, скажут, хорошо, вы вот, недавно, вот было это, недавно, в отношении сюжета, связанного с переквалификацией безработных оплаты пособий безработицы. Да, говорят, хорошо, мы согласны, что пособие должно быть выше, у нас денег нету, поэтому надо создать фон карантины для того, чтобы были там деньги, и потом, друзья, они, которые говорят, сбрасывайте за этот фон. И это выполнение этих фон, все понимаете? Ярослав, можно я на свой вопрос отвечу так, очень четко? Я в последнее время разговаривал с разными стоявами населения, крупные институты, более мелкие институты, да? Так вот, в примере будущих президентских выборов, которые у вас будут, как рассуждает Путин более-менее думающий, да, они говорят так, что если бы у нас появился толковый директор какого-то достойного предприятия, вы бы его поддержали на выборы, да? Поэтому народ ни за короткевич, ни за кого-то Дмитриев, ни за кого не проголосуют. И что у нас не появится директор, да? Поэтому пока у народа, да, у народа не появится такой человек, а так и не понимаешь, помню, что тут директоров институт, да? Так вот, делоручие же директоров директора, поэтому твой вопрос прав, что народ надействовал. Вот смотри, Ван, я хотел сказать, если такой человек появляется, власти находят анти-Женю. Анти-Женю, да? Сделать так, чтобы этого человека был один процент, чтобы все его ненавидели. И помощи всех возможных средств. И тебя за три месяца сделают таким нулем, минус нулем, да? Что у тебя есть семья, у тебя есть дети, у тебя есть бизнес. И ты превратишься, я не знаю, какой должен быть директор, да, чтобы вот пойти вот на это в режиме сегодняшних отношений. А я не знаю, что это не с Потапенко в ютюбе, а Потапенко в президент. Пожалуйста. Да, 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 да. Вы хотим? Да. Да? Да, мы хотим. Но белорусский народ желает государственного директора. Государственного. Я могу подтвердить. А то его в этом разу сзади сверху. Вот того. Я могу подтвердить. Разговоры сейчас с крупными директорами в день личного приема они принимают от 30 до 40 человек с просьбами оставить на работу. И они становятся градообразующие города царями. Это раз. Второе. А реально те, кто остались из старого директора руководителя, это не глупые люди. Не глупые люди. Но сейчас мы не знаем, чем закончится эта история. На одном из заводов, в котором 5,5 тысяч работающих, 670 человек надо увольнять. В общем, наш? Нет. Нет, нет, нет. Другой завод, другая Техима. И мы обсудили оба завода. Ну, там... Пока... Там возрасывается... Нет, нет, нет. Ну, мы подписываем договор. Да. Смысл чего? Мы обсуждали, как можно увольнять или делать. Вот мы привели пример. Джейнер Мотор за 2005 год, когда они сокращали. Они убрали на 75% окладов, не уволили, а вывели в резерв. Я вам хочу сказать, вот он обрадовался, побежал к губернатору. Сейчас они обсуждают, можно ли этих людей вывести в резерв. Они увольняют. Потому что все понимают, что для этого города увольнение 750 человек там, где завод находится, а он на удалении от центра. Это будет катастроф. Жалобы, слезы и так далее. Я к чему? Появились директора, которые являются лидерами в этих регионах. И они, по-моему, этим будут сейчас пользоваться. И дай Бог, конечно, чтобы эти умные люди вышли в результаты или куда-то выше. Раньше я этого не наблюдал. Раньше было так. Уволили 20 человек. Второй вариант, который сейчас мы с ними обсуждаем. У большого проекта 1680 номенований номенклатуры, которые 20 номенований, и 80% результатов. А 864 номенклатуры дают 0.00. И предложили вот эти 680 номенклатуры, которых нет. создать ИП и передать им функции реализаторов этой продукции, но для завода несущественно. Если для человека в год 30-35 тысяч долларов оборота... Ну да, конечно, что будет. Вопрос в том, что эти люди, увольнение, то есть это просто. Сейчас каждое увольнение человека, то, что сейчас происходит в 2019 году, это совсем абсолютно разница, что было в 2017 году. Если он развивает такой-то процесс, трудно понять его пока. Да, так иначе вопрос о том, что некий спрос на... Даже в режиме, смотрите, с кем даже глава страны разговаривает. Он не разговаривает с учеными, с Леофеевичем Заико, он не разговаривает с учеными Академии Наук, он не разговаривает с представителями университетских кафедр, он разговаривает с бизнесом. Потому что думает, что у бизнеса есть некие особое знание того, как преодолеть те проблемы, которые он видит в экономике, в социальной... Он разговаривает с платформами бизнеса, настоящий бизнеса, но он не старается... Я понимаю, но тем не менее, это бизнес, там... Совет Брази не принимается. Выкинули союзи, до которого представили у нас среди бизнеса, включили там бизнесмена, он, собственно, и он сверил ни во что, в норме. Потому что те люди, они не в состоянии сформулировали критическую поиску дня и делали все равно. Это вы в состоянии, потому что вы, там люди чести, у вас есть репутация, у вас есть бренды, они не в состоянии это сделать. То есть, в чем проблема. Ярослав, мы обсуждали на одном закрытом совещании, да? То есть, что такое... Вопрос в том, что этот бизнес, который там присутствует, на 80% тоже пригодный. Не юбидит. Потому что, если я этих директоров красных, которые я видел, и они понимают, что эти действия приведут к неразвитию конфликтологии, да, они идут на него, они готовы к президенту идти. Поэтому не надо огонь накурить, что эти директора сегодня плохие, а частные хорошие. Если бизнес кандидатур, которые с тобой сидели за столом, был непредворный, да? Они беспокойно его скажут. Я не верю, плохой и хороший, да? Мы говорим про функционал, да? Есть проблемы, насколько адекватно обращаться к бизнесу за их решение. Если есть проблемы в денежно-кредитной политике, да, или в фискальной политике в дисбалансированности макроэкономики, что может мне сказать любой член Совета предпринимателей, если за их гарпуней нет, да? Не потому, что он в бизнесе, а потому, что он макроэкономику закончил в России. Вот поэтому, но функция другая. А кто, что мне скажет, например, там, не знаю, уважаемый действительно руководитель, там, того же Барка Фармакова. Он хороший мужик, он делает хорошую, но я тогда обращаюсь к нему. Слушай, какую налоговую систему ты бы хотел для нашей страны? Вот обращаюсь к нему Лукашенко. Тройович, у меня замечательная налоговая система, мне ничего не надо, у меня все странно. И все, и вопрос о том, насколько я дико люблю и уважаю Владимира Николаевича, да? Но я, например, говорю, Володя, каким мне булки судьбом покупать? Ну, а что, Володя, ты что, с ума сошел, я судьбом не занимаюсь? Я что-нибудь такое спросил. Вот, это неадекватность запросов. Лукашенко спрашивает не тех людей для решения вопросов, связанных с теми, там, рисками и угрозами, которые есть перед стороной. А он не понимает кого? Он не понимает. Он боится спрашивать. Я не знаю, зачем нужно такого контакта с первым лицом, в том плане, чтобы я спросил, слушай, ты понимаешь вообще, что эти не те люди адекватные? Вот, назначение замминистра образования. Типичный пример, да? Назначают... Нехороший директор стоит по главе Зава Владимировича. Нам сменят на блогу. Ну, да, хороший вопрос, но кто? И мы по кругу начинаем ходить. Друзья... Ярослав, можно ремаркнуть? Да. Мы всегда подходим к правильности. Или директор Фармеля хорошего, да? Или Зайка... Да не хороший. Я считаю, вот эта подача, она сейчас кочинственная. Почему? И Фармеля, со своей точки зрения, что-то понимает. Потому что ему все равно, где в Африке, в Беларуси... Он так устроен, мы его анализировали. Он везде будет успешен, да? Как Машенский в свое время был успешен везде. Но когда Машенский дошел до определенного, он уже придворный. Нельзя делать. Но вот не выслушивать, допустим, Зайку или Андрея, да? Параллель. Как только ты говоришь о том, что надо слушать их, но не слушать этих, мы вызываем сразу конфликты. А вот, я не так говорю... Реман. И даже на уровне правительства проводятся достаточно большие совещания с директорами ГОСТ-приятий. И их голос тоже слышал. Посмотри, вопрос же не в этом опять. Вы не распили бюджет, да? Самое страшное, Андрея. Церей средства, да? Вы так долго добивались молодых перспективных руководителей, да? Я не знаю ничего. Поглядя на Минэкономики, на нашего министра Крутого, казалось бы, что должен быть у него правым завеликам. Да, да, да. Пусть объяснить психологический факт того, что в этом... В министерстве этого антимонопольной политики, где зам, приживес, наверное, у тебя младшие братья родятся, да? И в министерстве экономики, вы не можете молодежь найти общий язык. В министерстве. В министерстве. В министерстве. В министерстве. В министерстве. Окей. Идем дальше, потому что эта тема великолепна. Надо на мой логик. Друзья. Вкратце, потому что реферич за них уже своим докладом ждет. Смотрите. Просто, чтобы выделить, где мы, да? Хорошего бизнеса? Ноль. Никто не сказал, что он хороший бизнес. Но смотрите. Радиками отличается настроение, бизнес, оценка себя и Европы. Вот вам, пожалуйста, европейский частный бизнес. Хорошее. Довольно хорошее. Удовлетворительное. Плохое. Смотрите, что-то просто... А? Истерпимое, да? Это вот опрос апреля 2019 года. Вот, грубо говоря, смотрим мы и мы говорим. Экономический рост в Европейском Союзе там 1-2%, да? Они все стянают, они там не довольны, но европейский бизнес доволен, как ни парадоксально, оптимистичен, да? И вот, а мы, наш бизнес, вот это тоже индекс делов оптимизма, другие оценки подтверждают, что у нас какое-то ожидание такое тревоги, ну или там очень... Я тоже считаю, что это плохое, да? Но я там... Ну ладно, я один, да? Но бизнес так считает. Это тоже вот вещь, которая радикально отличается у них и у нас. Тоже вещь, которая... Вот, один из немногих вещей, где у нас полный консенсус. Никакого значения на 3D принтер его просто нет. Кто-нибудь вообще видел 3D принтер? Я видел. А, Беларусь и Беларусь в Беларусь. В Беларусь и Беларусь. Производим, а да не производят. Ну, здравствуйте, Беларусь, Беларусь. Ну да. Один человек сказал... Ярослав, ты берешь те технологии, которые сейчас еще далеки. Согласен? Согласен? Да. Когда ты начинаешь видеть, что есть перспектива, да? Кто первый стартанет? Если Беларусь стартанет первая, понимая, что это можно сделать, да? У нас будет преимущество. А если мы будем стоять, ждать, покуда вот эти насытятся, сделают товары, инфраструктуру, все об этом... Беларусь стартанул в 1917 году и... Согласен. Здесь мы один из лучших в мире. Слава, слава и все прочее. Мы говорим про эти технологии, да? И блокчейн... Друзья, блокчейн есть среди девяти технологий промышленной революции, там 4.0, но его нету среди вот, собственно, этого вопроса. А перспективы какие? Смотрите, друзья. Друзья, перспективы останутся неизбежными, то есть мы не верим в никакое там изменение, улучшение. Да, ухудшится 54.18. Видите, что у нас просто меньше, там, третий думает о том, что что-то поменяется, улучшится. То есть нету света в конце Атанесу. Мы, может быть, терпимы, но зачем терпеть, если, собственно, этого ничего нет? Ну, это как косрочные посетивы, 12 месяцев. Да, 12 месяцев, да, да, да. Такой вопрос был вот здесь, да? Вот смотрите, улучшится 55, у нас улучшится 27. Останется ухудшится 8, ухудшится 18. У нас совершенно по-другому воспринимается бизнес. Почему цикл немножко другой не росла? Можем рассмотреть. На цикл сейчас все ощущают, что мы входим в очень серьезные граммы. Мы никогда из цикла России не выходили. Мы никогда не выходили. Поэтому вопрос в том, что... Вот помните, начало 90-х геопалтики? Мы начинаем, в конце концов, создавать национальную, там, структуру экономики и сформировать собственную цикличность. До этого ее не было. Мы эмираты. Мы эмираты, нефтяной эмират, газовый эмират, энергетический. Это мы смотрим в город. Все начинает с рождением бюджета. Какова была цена на нефть? Я говорю, блин, я бы этих людей, которые с этого вопрос начинают, вот все в вагончик и... Эмираты. 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 Это интересный вопрос. Вот я не буду вам в нем старается. Это, собственно, вопрос дефицита профессиональных именинавыков. Сколько это стоит в нашей стране? Видите, у нас точно, то есть, вот, 8-10 процентов уровень ВРП, 27. Это очень много. Вот эта цифра, вот эти два ВЕ с 2,2. У нас таких только 9 процентов людей. То есть, на самом деле, здесь уровень компетентности у нас ниже, чем в Европе. И отсюда мы теряем очень много денег. Если вы посмотрите, вот такая табличка по странам. И заметьте, как оценивают поляки. Где поляки, мои любимые? Вот. 7 и 9. Это опрос бизнеса. То есть, а не население, да? Бизнес считает именно так. Потом, видите, вот, все остальные, вот, Чехия 4.4, Хорватия 6.4, страны постсоветского, там, это вот, постсортиалистические, которые только вот emerging начинающиеся, они оценивают потери из-за некомпетентности выше, чем в странах, где, там, смотрите, вот Дания, да, вот Дания. 0.4 всего-то, да? Или, там, Нидерланды. 0.9. Они же много делают. Где эти данные давали? Это, вот, опрос. Европейский Private Business Survey, произведенный PricewaterhouseCoopers в, я думаю, каком-то там, в апрель-маре. Это, буквально, они здесь съезжают. В Беларусе 9 процентов? Нет, это оценка. Это моя оценка, вы знаете, вот, а это ваша оценка. Это я, вот, когда я думал, я просто оценил, сколько может быть, там, по качественным параметрам, вот, и я, там, методология описана, я думаю, блин, ну, прикинул, ну, вот, например, стоит это, да? А вот ваша оценка, вот такая. То есть, в принципе, 6, 9, в принципе, получается. Вот. Поэтому, вот опять, ну, вот, самое главное, что мы не понимаем, что некачественное управление – это убытки. Мы не понимаем, что нематериальные активы, если ты не вкладываешь, это убытки. То есть, у нас все, что, так, станок – да, хорошо, а бренд или плохой менеджер, там, вот у нас что? Можно ли директору платить миллион баксов в месяц? Да. Попробуйте, вот, директору Лукашевску убедить, что человек бел на Рускалии, да, бел в Топгазе, бел в Железной Дороге тоже получает миллион баксов в месяц. Попробуйте убедить, я абсолютно на это разговор. Но Рускалия не должен никого раз. Нет, безотносительно, там, я могу назвать, там, Визепска Энерго. Я считаю, что это важнейший элемент стимулирования элиты управляющих страны. Они должны получать великолепные заработки за то, что они делали. Это вопрос не президента, а акционеров. А здесь акционеров нету. Акционеры не играют, а вопрос не бывает. Нет, с точки зрения теории, конечно же. Но с точки зрения логики, что у нас ЗАО Беларусь, и Лукашенко говорит оптимизация, развитие. Это ЗАО, она у нас не ЗАО. Нет, нет, не играется в физический софт. Как нет акционеров? У нас же государство регулирует гонорары участных банков. Да, да, да. Не к тому, что у нас есть вопросы, связанные именно с потерь. Мы не понимаем, откуда мы, где мы теряем. То есть у нас сосуд есть, да. С него мощь, стагнация, да. У нас нет ни хрена экономического роста, Лукашенко говорит. Больше средний мировой. Это значит 3,5-4 минимум, да. Что делает Минэкономика? Что делает Садмин? Ой, извините, грязная нефть, блин, засорилась. То есть нет у нас никакого роста. Вот сумка забирают. Мы обсуждаем то, что он говорит. А можно, а комментируем? Давайте просто... Да. Может ли директор маленького полюсейного сельского магазина, снабжающегося базы Централифорта, стать министром экономики? Не может. Не, ну вообще, может. Министерство экономики – это как то, что министерство песни переляться. Комментируем на первую. Нет, не может быть никакого министерства экономики. Надо с этого делать. Друзья, поэтому, когда мы говорим о том, что мы предложили административную реформу, то все министерства говорим меньше, чем в Швейцарии. Ну, опять, мы это говорим-говорим. А для того, чтобы эту мысль донести до людей, потому что, чтобы не было условно издержек, которые мы несем, нужно просто целая компания адвокаси, чтобы люди понимали, что это такое. Иначе, вот сколько стоит активная Беларусь? 142 миллиарда долларов, да, на конце 2018 года. 142 миллиарда долларов. Мы, грубо говоря, понимаем, что это нервничная цена, это просто фейк. Почему они продают Беларусь в Белый инвестбанк? Потому что сказать, друзья, Белый инвестбанк с точки зрения и BRD стоят в 2,5 раза меньше. То есть, если 142, используя логику, стоит 55 или 50, на самом деле, друзья, так а как делать экономическую политику, которая приводит к, наоборот, декапитализации, демонетизации? Плохой угроб, это еще плохой у нас, у которого собственник хотелось, должен выбирать, стать нормальным, но у нас собственника нет. И самый главный вопрос в этой ситуации о приватизации. Потому что мы спорим с нашими коллегами, сенсами даже, друзьями моими, о том, что я говорю, я за приватизацией категорически нет. Нерослав, Нерослав, подождите, вы вот почему вас не понимаете? Вы говорите о приватизации. Вот только что мне сделали звонок, только что сделали. Директор завода, который сейчас начали работу с ним, котируется на всех уровнях один из самых эффективных молодых потолков. Мы попросили скинуть просто электронные накладные за год. А он говорит, нет. Он сейчас собирать будет из разных источников. Какое управление может быть? Когда мы говорим о приватизации, давайте наберем в стране хотя бы 20 перспективных управляющих, которые будут управлять лучше, чем мы. В этом зале я уже не могу взять нас. Я могу, давайте сядем, я могу, проведем здесь. Я спрошу у него, что он будет делать по шагу. Я сейчас, может, на ней спрошу? Я вам пугаю. Я вас попал. Бокс. Попал я, Парик, 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 Парик. Парик, Парик, Парик. То есть, сегодня встретили все остальные, что мы с нами в номинации, как по своими. Вы разыщите встречение как можно скинуть, да? В Казани будут первое в четвертого года. Так вот, Россия инвестировала огромные деньги в подготовку к своей команды, да? Их команда упакована на величину итальянским и немецким ворота. Белоруссия разворовала все эти деньги. Министерство образования выделила деньги в голову нашей команды. Мне ребята знают и говорят, нам не с чем ехать. У нас только мотыга, топор, но пата. Но, когда частный бизнес говорит, мы хотим стать спонсором помочь, я говорю, ну нельзя. Это же Ринфор. Сколько суд про образование занимается? Это просто? Я говорю, что просто. По словам, как компетенция. Сама страна, она просто не предназначена для того, чтобы обучать людей. Хорошо. Саша, еще два слова и предназначена. Не, я просто говорю, что первые деньги, которые нам предлагали, стоило бы принести на самом деле. Это интересно. Было бы круглый слой. Да, да, да. На самом деле, как раз таки, чтобы он задал хорошие вопросы, а у меня есть. Я в Минэкономике говорю, у меня есть план выбора. Добавяки сразу заткнулись и даже не спросили, какой. Друзья, идем дальше, пару вопросов в первой слайде. Это вопрос о политике. Да? Потому что любые эволюционные изменения предполагают участие и интересы людей политика. То есть, сроки, это смесло. У нас, знаете, достаточно активно мы обсуждаем эту политику. Интернет все больше, социальные газеты. Радио умерло. Вот, я как понимаю, это подкаст не считается, потому что подкаст это интернет. Радио как таковое уже, собственно, не стало существовать. У вас голос считается или не считается? Видите, отчасти полностью 33 процента считается голосом. Считается 70 с чем. То есть, получается, мы в своей стране не принимаем решения никак. Волонтеры, 63-64 процента не волонтеры. 36. На самом деле, это примерно столько звуков, и мы абсолютно европейцы. То есть, это не некий там феномен плохой. И это вот в отношении меня порадовало отчасти это дело, потому что мы говорим, что мы продвинутее белорусского общества в плане понимания функций государства. Заметьте, вот это вот население считает, а это мы считаем. Причем порадовало в самых таких вещах классных. Бесплатное медицинское образование, обслуживание только 14 процентов должно гарантировать трудоустройство только 18. Потом еще, знаете кто, 27 работодатель и 22 льготы. То есть, самые такие социалистические вещи у нас считают. Нет, это не функция государства. Это замечательно. Вот, но еще оценки по многим вещам, как мы эксперты, да? Вот видите, взять все население и школа, да? Например, обеспечить любовь. Любовь и дают, дают, да? То есть, оно выполняет эти вещи. Вот, поэтому вот здесь, я считаю, надежда на нас, как на людей, которые понимают функционал государства, безусловно, есть. Вот, вещи, которые тоже меня, как бы, вроде порадовали, да? Потому что 64 процента белорусов считают, что люди сами должны отвечать за свое благополучие и обязаны решать свои проблемы. То есть, это говорит о том, что при наличии политической волны, при четких установках, да, белорусы не будут искать, ходить с рукой, да, там, как эти желтые жилеты, там, или там, оранжевые жилеты, как другие социалисты, которые говорят, дайте, 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 дайте. То есть, у нас люди такие, слушайте, вот, правила игры, вперед. И, сука, степени вероятности, белорусы не начнут, именно, начнут работать, именно по решению своих проблем сами. А, что про богатых, это можно пропустить, вот, потом выводы. Мы с вами не утверждали демократии в нашей стране. Мы считаем, что политики не учат их мнение, не слышат их голос, не верим в справедливость судов, считают, что в стране плохие условия для повышения уровня жизни, не видят следов адаптации технологической промышленности. То есть, мы, собственно, ждем пока эти разговоры идут, там, конференции и все прочее, но это мимо нас проходит, потому что мы еще пока, мы даже, люди, профитики, этого ничего не замечаем. Термен opinion maker это. Что-что? Термен opinion maker это. Те, которые влияют на общественные мнения или формирующие мнения. Оппинирующие, влияющие на общественное мнение. То есть, мы вот здесь все сидящие, такие. Да, да, да. Не сомнений, не сомнений. То есть, это в этом плане. Decision maker это люди, которые принимают решения по… Полиси maker. Полиси maker, которые политику разрабатывают. То есть, они полиси maker шире, чем достижение. То есть, мы влияющие на общество. Да, да. То есть, ты про себя это не знаешь. Вот. Ярослав, можно один вопрос? Сейчас, сейчас. Слово. Политики не учитывают. А кто вы считаете у нас политики? Где политики будут? Министры считают, что вы не учитываете. Кто это политики? Это к вопросу. Политики все по формальным признакам, которые представляют избранные позиции органов госуправления. Это палата представителей, это совет республики, это президент, это депутаты. А министры? Политические партии, министры назначенцы. Вот они тоже политики, научные политики занимаются. Не знаю. То есть, так и иначе, вот это вот широкий групп людей, политические, так называемые родители. Что консенсус? Вот только это нас объединяет на 100% всех, без относительно разных факторов. Вот это функции государства. Абсолютно согласен. Подсобление законности, возможности предпринимательской деятельности, защита криминалов. И вот, друзья, самое интересное, что с этого нужно формировать национальный консенсус. Если мы только вот это сделаем, возьмем ресурсы, подберем людей, люди скажут нам спасибо, это тот уровень компетенции, уровень развития страны, который нам необходим. С этого начните, потому что здесь все мы, там, где люди, наверное, да, потому что люди тоже согласны вот с этим. Люди, большинство, 90-80-90. Если мы с ними разговариваем, вы хотите суды справедливой и независимой? Вопрос об них. Вы хотите законность? Вопрос об них. Вот. Даша. У меня вопрос логический. Как организованная преступная группа может обеспечиться праведением законности? Это, наверное, задумывается, в ответ по понятию. Женя. 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 Помнишь, помнишь, я вам, Женя, оттечу из известного мультика, который сейчас напоминает популярность во вторую разу, да? Король. Помнишь, как там, Сильба пришел, говорит, так, сволочь, ты меня там, типа, сгиять вокруг, и говорит, типа, уступай, я король, я пришел веносы, говорит. Проблема маленькая. Они-то думают, что я король. И никто в Беларуси, если сдашь вопрос, эти люди организованы, как ты называл там преступной группировкой, надо просто об этом говорить, и все. Говорить. Вопрос об этом говорить, да? То есть вопрос организованной преступной группировки не является даже принятой среди десяти процентов политических и активных людей. Делюсь фразой по такам. Лаконично и четко. То, что мы ошибочно называем государством. Четко. Я говорю распределители чужого. Все все понимают. И опять, это можно увлечь людей в споры государства и все прочее. Но мы говорим о том, что если вот мы реалистично пытаемся найти мне консенсус среди людей совершенно разных. Кто-то с бизнесом, кто-то с экологией, кто-то с кошечками, с блокчейном, не знаю, с материнством, да? Что можно объединять? Вот. Больше? С минимум, минимум, малое государство, которое является, потому что анархические вещи, типа это корр преступная группировка, да? На мой взгляд, это ни о чем. Потому что это опасно. Но по ролевому поведению она является анархо-преступной группой. Слушай. Ее функция. Функция. Убивать в рамки. Функция. Нет. Нет. Это на самом деле. Не проолировать в сути, да? Я понимаю корни анархо-капитализма. Я категорически с ними не согласен, потому что они учитывают. А. То, что мы не там в Алабасах. Б. Что у нас при зиме парадикально отличается. И. Что у тебя возможности влиять на формирование общественного мнения. И все. И. Поэтому ты будешь разговаривать и потом в свете скажешь, да не, нормально, добровольно даю тебе 40% налогов. Вы разговариваете с чирийцами, да? Вы уже говорите с тайваньцами, с гонконгцами, которые 18% выдают. Да, нормально, мы же не за акт у марки-капитализм, а ссылки там. Я слышал дискуссию, снижение, я рада, поэтому друзья будут отдать. Поэтому активной инфекционной подзарядки нам, вот мы до школы, вот мы после школы, причем это только как бы технические, это конечно же метафоры, книжки будут нам прочитаны, связи, контакты, материальные активы, это супер, очень важно, приятная работа, активного отдыха.